В Доме Языковых проходят квесты «Новый год у Языковых». Участники могут окунуться в забытый мир времен Поволжья. Одними из первых это сделали юные гимназисты. Время года, посвященное играм, дарится знакомство с традициями народов Поволжья. Здесь ребят знакомят с русской забавой кегли. Правда, прежде чем выбить фигурку шаром, это право нужно заслужить, отгадать загадку. Тема – русские традиции и обычаи. Ароматное варенье, пироги на угощение, вкусные оладушки у любимой. Ставьте! Да, кидайте сюда. Пускала! Есть, молодец! Следующая площадка – «Снегурочка». Из букв этого слова нужно собрать как минимум 12 существительных по количеству месяцев в году. В практике музея был класс, который сумел найти 32 слова. На следующей площадке дети делают рождественского ангела своими руками. Я его, наверное, повешу все-таки на елку, будет украшать елку моей бабушке. Весь квест проводит ребят по традициям, понятиям, обрядам именно народов Поволжья, к которым мы относимся. Через игру передаются многие вещи. И если мы через наш квест передали, и дети запомнили, грубо говоря, о том, что девушки ходили в сарафанах, русские девушки ходили в сарафанах, это уже большой плюс и для нас, и для них. А то, что рождественский ангел и прождество, это мы тоже говорим о семейных каких-то ценностях. У нас, допустим, не люлька есть, колыбель там, как у нас в Ульянской области, там зыбка называлась. Мы даже вот это включаем именно в эти вопросы. Это, мне кажется, очень интересно. Я бы даже хотела иногда побывать в этом русском народном мире. В завершении квеста ребят ждет встреча с Петрушкой или Петром Петровичем Уксусовым. Именно так еще величали любимую народную игрушку наши предки. Елла Шахова, Сергей Свешников, Весть, Ульяновск.